Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Прямой эфир» и с вами Ирина Кузина. А сегодня в студии у нас заместитель министра транспорта Тверской области Сергей Вячеславович Верхоглядов. В Твере и Калининский район в 2020 году ждут серьезные изменения. Скоро заработает новая система пассажирских перевозок. Главное, что поменяется в работе общественного транспорта. К чему в конечном итоге должны привести эти изменения? Главные вопросы, на которые сегодня мы ответим вместе с нашим гостем для наших телезрителей. Сергей Вячеславович, я рада вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте! Добрый день, Ирина! Добрый день, уважаемые зрители! Добрый день, уважаемые зрители! С 2020 года, с 3 февраля, эта модель выйдет на территорию города Твери и Калининского района. Хотелось бы более подробно узнать по поводу работы общественного транспорта, о карте маршрутной сети, как составлено новое расписание, исходя из каких позиций? В первую очередь, я хотел бы отметить, что мы сохранили маршрутную сеть, которая была на территории Твери и Калининского района. На 85 маршрутах, которые мы определили для новой модели, некоторые маршруты совершенно не изменятся, в некоторые маршруты будут внесены изменения, они продлятся. Где-то добавятся остановочные пункты, все это для того, чтобы обеспечить в полном объеме перевозку пассажиров. Особенно нас волновали те удаленные районы, где данного транспортного обслуживания, к сожалению, не было. И коммерческий перевозчик, ну, по ряду своих причин, не обеспечивал там работу. Наш общественный транспорт будет в обязательном порядке работать с пяти до полуночи. Он будет, вне зависимости от того, сколько пассажиров, для нас каждый пассажир важен, все равно перевозки осуществлять. Самые важные моменты, это, конечно, то, что любое транспортное средство будет идти по расписанию. И пассажир будет уверен в том, что в назначенное время, по расписанию, в назначенный остановочный пункт придет автобус, и он будет его ждать. А что значит сезонные маршруты? Ну, кроме тех сохранившихся маршрутов, мы добавили несколько маршрутов для удобства, в том числе и три маршрута, которые будут обеспечивать перевозку пассажиров в религиозные праздники. Мы понимаем, что когда наступают праздничные дни, Пасха и иные другие, необходимо нашим жителям посетить кладбище. Именно для этого, для удобства жителей, мы включили в наш перечень вот эти три новых маршрута. Вот еще какая есть интересная тема. Провозная способность автобусов и, самое главное, интервалы движения. Сколько минут будут? Провозная способность у нас увеличилась на 10%. И будет составлять в часы пик порядка 18 тысяч человек в час. Что касается интервалов движения, мы предусмотрели интервал движения в черте города, в центре города от 2 до 4 минут, для того, чтобы вывести всех пассажиров и удовлетворить каждого горожанина в удаленных районах от 5 до 15. Что значит автобусы Евро-5? Мы, кстати, были свидетелями, когда была презентация накануне Нового года. Что сказали общественники? Были замечания? Экологический стандарт – это содержание вредных веществ в выбросах. И я могу сказать, что Евро-5 – это те автобусы, которые будут работать у нас на городе Твери и Калининском районе. Это наивысший стандарт, который применяется в Российской Федерации. Мы осуществляли пассажирские перевозки в тестовом режиме по трем маршрутам. Скажу так, что жители были довольны, учитывая то, что первое – это новые низкопольные автобусы. Информация доводилась на каждом остановочном пункте, и пассажиры были довольны подачей этой информации. Также эти автобусы оснащены полностью терминалом для оплаты безналичной, оплаты проезда. Для безопасности установлены камеры видеонаблюдения и даже камеры, которые способны водителю помочь в управлении и безопасно привезти пассажира в назначенный пункт. Самый главный вопрос – форма оплаты проезда, стоимость? Форма оплаты предусмотрена в основном – это безналичная. Мы вводим нашу новую транспортную карту. Ее называют «Волга». Вот так она созвучна с нашей рекой. Она не то что созвучна, она называется как «наша река». Заправить свою «Волгу» и поедть с нами. Эта транспортная карта даст возможность расплачиваться безналично через терминальное оборудование. Тем самым ускоряет процесс посадки и высадки пассажиров. Также любой пассажир может расплатиться своей банковской картой, которая у него имеется. При этом, даже если установлено мобильное приложение на каких-то устройствах, они тоже, пассажиры, могут воспользоваться этим. Мы оставляем возможность также оплатить и наличными. Это тоже важно. Стоимость проезда, у нас утвержден максимальный, предельный тариф, точнее, предельный тариф, будет составлять 25 рублей по транспортной карте, 25 рублей по любой банковской карте или мобильным приложениям и 29 рублей за наличный расчет. Но при этом мы для удобства пассажиров вводим абонементное меню, которое будет предусматривать с собой скидки по поездкам. В принципе, я могу сказать так, что наши пассажиры могут при применении абонементного меню экономить до 30%. Покупая это абонементное меню, здесь стоимость проезда, в зависимости от количества поездок или же в зависимости от времени, на которое был куплен этот абонемент, оно будет составлять от 24 и может сократиться до 21 рубля. Но много вопросов по оформлению социальной карты. Вы же знаете, что сейчас у нас система ЕСПБ. Мы оставляем льготный проезд в том же виде. Стоимость льготного проезда будет 302 рубля. Она не повышается. Не повышается, это важно. И также здесь не участвуют никакие предельные лимиты поездок. То есть она в таком же виде. Мы заменяем ЕСПБ на электронную социальную карту. Вот здесь бы я хотел очень подробно остановиться, потому как наши льготники, наши пожилые жители, это для нас очень важный пассажир. Если у вас, у льготной категории граждан, уже имеется банковская карта на основе платежной системы МИР, то вам нет необходимости пока получать социальную карту. Вы можете эту банковскую карту в отделении соцзащиты зарегистрировать в нашей системе. И в течение одного дня вы уже будете пользоваться льготным проездом. Если у вас нет такой банковской карты, вы можете получить эту карту в любом отделении Сбербанка. При себе нужно иметь паспорт. Банковская карта выдается в течение 10 дней. После получения банковской карты, вам необходимо также прийти по месту жительства в отделение соцзащиты и зарегистрировать в нашей системе. Ветераны, пенсионеры захотят задать вопрос. Где-то, может быть, что-то до конца не поняли. Будет ли такая возможность? Мы с 3 февраля запускаем работу колл-центра именно для того, чтобы ответить на любой вопрос, выслушать любые предложения горожан, исправить ситуацию и предоставить безопасный качественный транспорт. Сергей Вячеславович, но по Твери и Калининскому району все понятно. А что будет с другими муниципалитетами? Какие перспективы открываются? Как я уже сказал, это первый этап ввода новой модели. Безусловно, для нас важен каждый гражданин, каждый житель нашей области. И на следующем этапе, по поручению Игоря Михайловича Рудыня, мы уже подготовили план-график введения новой модели на территории всех муниципальных образований, в том числе и на пригородном сообщении, и на междугородном. И в 2021 году, уважаемые жители Тверской области, ждите новую модель у себя дома. Когда мы говорили про общественников, про маломобильные группы, население в целом, значит, в течение всего времени, пока будет внедряться новая система, а какова будет реакция со стороны властей, например, если с чем-то будут, ну, не согласны жители. Данная система гибкая, и именно для этого будет работать колл-центр, где мы будем выслушивать каждое пожелание, каждое замечание. Реагировать будем моментально. Сергей Вячеславович, так все-таки в конечном итоге, что мы получим с внедрением новой системы? Ну, в первую очередь, мы предусмотрели системы, все маршруты перевели в регулируемый тариф, а это означает, что на каждом маршруте льготным категориям граждан будут предоставляться льготы. Это новые автобусы, комфортабельные и безопасные, это очень важно. Это проезд по безналичной оплате, это предоставление возможности перевозки для маломобильных групп граждан, а также мы не забыли и наших женщин с колясками, с детьми, это тоже важно. Все наши автобусы низкопольные, это приятно и удобно для пассажиров. С 3 и до конца февраля все 471 новый автобус выйдут на линию, будут рады встретить вас, уважаемые жители города Твери и Калининского района. Мы безопасно вас перевезем и комфортно перевезем от дома на работу, в любую точку, которую вы запланировали. А наша съемочная группа запланировала снять старт, приехать к вам на пуск первых автобусов. Пожелайте нам удачи, спасибо, что пришли к нам в студию. Конечно, ждем вас и прокатим на новых автобусах. Спасибо вам. Это была программа «Прямой эфир». Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин